В Твери подвели итоги муниципальных конкурсов педагогического мастерства. В торжественной обстановке были названы имена Учителя года и Воспитателя года. Теперь победители городских этапов будут защищать честь столицы Верхней Волжи на региональном уровне. С подробностями Никита Васильев. Екатерина Христенко отныне носит гордое звание Учитель года. Преподаватель биологии средней школы номер 46 прошла через все конкурсные испытания, среди которых были заочный тур «Методическое портфолио», а также публичная лекция и разговор с начальником управления образования. Самым сложным это был урок, потому что ответственность огромная. Урок это именно показать свое педмастерство, как я каждый день работаю в классе. Поэтому для меня это было самое эмоционально тяжелое испытание. После было уже легче. На самом деле у меня родители учителя, у меня бабушка с дедушкой учителя, прабабушки, прадедушки тоже были учителями. И я всегда хотела с детства, когда решила, что хочу стать учителем, я хотела поучаствовать в этом конкурсе. К участию к этому конкурсу я шла не один год. В конкурсе «Воспитатель года-2021» по мнению авторитетного жюри победу одержала Анастасия Крыжова. Специалист работает в детском саду номер 159. По мнению Анастасии, современный воспитатель – это человек, который, во-первых, любит детей. Конечно, сейчас он должен быть современным воспитателем. Знать подход, потому что дети современные, и современные подходы используют современные технологии воспитания и обучения. Как рассказывают организаторы, подобные конкурсы направлены на выявление талантливых педагогов и повышение престижа профессии учитель и педагог дошкольного образовательного учреждения. Мероприятия являются не только конкурсами педагогического мастерства, но и средством повышения научно-методического уровня. Как педагогов, участников конкурса, так и педагогической общественности. Восемь представителей города Твери будут принимать участие в региональном этапе. Коллег ждет очередной профессиональный этап испытаний. Они готовы. Мы уверены, что у них все получится. И желаем им всего самого лучшего. Удачи. Кроме того, для некоторых участников подготовлены персональные предложения. Включение в кадровый резерв, приглашение в международные, региональные и муниципальные проекты. И даже предложение занять должность руководителя образовательного учреждения.